Так, нам пришла в гости грустная девочка. Ну, я не знаю, сколько ей лет, но надеюсь, что уже взрослая, потому что рот её несёт всякую пургу. Сейчас поставлю её. Проши долго я наблюдаю за это, мадам, за это бабушка. Видите, какая у меня слава, что меня молодёжь уже долго наблюдает. Победа. Бабуль, что я хочу сказать? Ну, хорошо, бабуль, но а какой, вы думаете, участок времени нас отрезает друг от друга? Ну, допустим, вам 20, или, допустим, 40. Вы думаете не дожить до моих лет? Какие у вас планы? Да, на такую машину можно заработать, можно и заработать. Можно. Она у вас есть? Девушка, я бы не хотела с вами обсуждать рот. Расскажите, как вы учитесь. Я призываю россиян скинуть Путина. Это будет революция и, наверное, снижение санкций. Вот так вот будешь разговаривать со своим мужем. Пошёл, отжался. Раз. Принёс зарплату. Два. Построил дом. Три. Заботься о моих, о наших детях. Четыре. Не знаю, поехали там в Европу. Пять. Не знаю, помоги волонтёрить для глухонебых детей. Шесть. Мужик? Ну, каждый второй россиян. Девушка, вам сейчас мне о мужике надо думать. Я не знаю, в какую категорию. Вы попадаете на каждую вторую бабу или на каждую третью, но вам сейчас думать уже только об учёбе. Мужчины – это конец вашей жизни. Это сразу же дети, сразу же обузы, сразу же Путин к вам будет приглядываться. Есть. Я видела этих мужиков. А знаете, куда девается вторая россиянка? Она с русским уже не спит. Она съёбывает страшки. В-третьих, что вы посоветовали делать русским? В вашем возрасте вам только это и остаётся делать. Так что... Ну, конечно, в моём возрасте остаётся советовать. Ну, а кому прислушиваться, прислушиваться, как невзрослым, девушка? Слушайте маму, слушайте бабушку. Мы пожили, мы знаем, кто такой Путин. Слава Украине!